В сегодняшнем видео мы расскажем о развивающей абсурдности выступления Ильхама Алиева. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, почему президент уже запутался в написанной ним истории. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Наш проект не преследует сугубо коммерческих целей, однако всеми нами движет общая идея – признание Арцаха и событий 1915 года. Просим вас поддержать наш проект Великая Армения и его развитие. Ссылка для пожертвования будет под этим видео в описании. Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак. В последнее время президент Азербайджана Ильхам Алиев все чаще стал выступать с речами милитаристического характера. Он и ранее не был чужд угрозам решить карабахский конфликт военным путем, но участившиеся милитаристические заявления Алиева вызывают ряд вопросов о причине такой активизации. Азербайджан сам начал войну, сам потерпел поражение в этой войне, сам попросил о перемирии, в том числе и у командующей армии Нагорного Карабаха. Потом сам начал рдать и причитать о тяжелых последствиях войны. Можно подумать, что последствия войны могли быть приятными. После всего этого он стал с гордым видом диктовать условия. Как будто в мире был хоть один случай, когда проигравший завоеватель диктовал условия. Подогреваемый в Баку реваншистский пыл, как выражение поражения идеологическо-морального разложения Алиевской клики, организируют вследствие победоносного возрождения и процветания Арцаха. У азербайджанских властей ложь – единственный аргумент. И они вместо ответа в порыве отчаянной беспомощности выпускают новую утку. На фоне роста международного авторитета экономической и военной мощи Азербайджана, Армения пытается спрятаться за спиной военного блока. Кто же на самом деле, за чьей спиной прячется и о какой военной мощи Азербайджану может идти речь? Мы, главы государств, неоднократно выступали против героизации фашистов. К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Горегину Тер-Арутюняну. Азербайджанская верхушка власти с ее псевдоисториками страшится признать легитимность НКР. Эти новейшие директивы президента Азербайджана на академическом поприще Азербайджана, как выражение идеологического и морального разложения его клики, вновь подтверждают диагноз. В Азербайджане академические и гуманитарные науки превратились в генератор милитаристских заявлений. Даже трудно определить, где заканчивается наука и начинается угодничество марионеток. Вы согласны с такими высказываниями? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Президент Азербайджана уже успел высказаться о ходе переговоров, скорее о том, каким бы он хотел его видеть. По его словам, в результате переговоров и последующего урегулирования Карабах будет находиться в составе Азербайджана. Также Алиев намекнул на возможность новых азербайджанских провокаций на линии соприкосновения войск. Помимо прочего, президент Азербайджана уделил внимание истории и договорился до такого абсурдного утверждения, что армяне гости в Карабахе. Так в чем же причина усилившейся абсурдности в выступлениях Ильхама Алиева? Вероятно, ее можно найти в ходе переговорного процесса по урегулированию Карабахского конфликта. Об этом говорит ряд факторов, в том числе и попытка переложить ответственность, да и само решение конфликта на азербайджанский народ, который якобы информирован о ходе переговорного процесса, из-за которым Алиев якобы оставляет последнее слово. Азербайджан пошел по пути среднеазиатских диктатур, и теперь Алиев может переизбираться на пост президента Азербайджана до самой смерти. И в этой связи не последнюю роль во внутренней пропаганде Алиева играет нерегулированный Карабахский конфликт. Спекуляции на карабахской теме, на теме возобновления военных действий являются стандартным и действующим приемом Алиева. Многолетние разговоры о том, что терпение азербайджанского народа небезгранично, что Азербайджан прибегнет к силовому решению конфликта, если итог мирных переговоров его не устроит, а всевозрастающей мощи азербайджанской армии и прочее. Все это создает образ героического верховного главнокомандующего, который борется с мировым армянством, который защищает страну и борется за справедливость. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.